Народная славянская радио Здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева и моя собеседница Екатерина Нагаева. Приветствуем вас. Здравствуй, Лена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень приятно вновь встретиться и вновь побеседовать. Посылаю прям все лучки любви вам всем. Тебе, Лена. Продолжаем серию программ по осознанным родам и беременности. Почему не приходят дети? Напомню, что в прошлых программах мы рассмотрели движение души на уровне Творца, уровне звезд, уровне родов. Мы выяснили, что душа ребенка – это тренер для родителей, двигатель их духовного роста, также становление их мужчины и женщины. О чем сегодня пойдет речь? Мне хотелось бы коснуться тех вопросов, задач, которые встречают с паром и людям в отдельности на уровне Яви в нашем явном, видимом мире. И немного хотелось бы, конечно, затронуть мир темной Нави, чтобы хотя бы иметь представление, иметь какие-то знания, что происходит и как это на нас влияет. Ну, очень интересно. И что же происходит? Ну, давайте начнем с уровня Яви тогда. И вы знаете, вот первым, что вот прям идет, хочется сказать, вот прям чувствую вот эту женщину, либо мужчину, вот этого человека, который вот здесь, в нашем теле, вот этом в явном мире плотном, как бы идет. И вот такая боль внутри у этого человека. Человек ищет причину. Вот он идет как будто по дорожке и ищет причину. Ну, почему? Почему у меня нет детей? И если человек на духовный путь не встал, если он не занимается какими-то там духовными практиками, неважно какими, неважно через что человек поднимается, то он, скорее всего, заплутает. И эта боль будет просто увеличиваться, потому что человек ищет внешние причины, внешние. Человек пытается понять свой диагноз. И только потом он задает вопрос «За что? За что? За что мне?» А человек, который встал на какой-то духовный путь, он прежде всего задает вопрос себе. Что мне нужно в себе изменить? Как мне нужно себя там очистить, свой внутренний мир, чтобы даже вторично, чтобы решить проблему. А первично, чтобы прийти к себе вовнутрь, как говорил наш великий пророк Иисус Христос. Кто идет от себя, да, найдет дьявола. Кто идет к себе вовнутрь, тот найдет в себе Бога, частичку Творца у себя. И вот к чему я это все говорю? Я это говорю к тому, что у нас в явном мире все запутано. Человек просто так в плотном мире не найдет ответов на свои вопросы. Не найдет. Они будут такие же плотные, как и вопросы. Поэтому в нашем явном мире этих препятствий еще больше. То есть, как мы говорили, у Творца нет проблем. На уровне Звездном там несколько проблем, парочку. А на уровне родов их уже больше. Больше программ, родовых больше задач. А в явном мире вся эта куча сверху упала в непонятном пазл. Рассыпали человеку. И вот собирай ты его. Собирай этот пазл своей жизни, своей судьбы. То есть, там будут зашифрованы задачи, которые нужно решить на всех уровнях. То есть, к этому вопросу и этой проблеме, если человек считает это своей проблемой. Я же все-таки склоняюсь к тому, что это какая-то задача, которую нужно преодолеть, чтобы пойти на следующий виток своего развития. А если ты хочешь решить этот вопрос, то трудись как можешь на всех фронтах. Пытайся познавать все вокруг и искать ответы на вопросы. И вот вы видите, этот зашифрованный пазл человек сидит, чувствующий человек, вставший на путь развития, на путь восхождения к Творцу, к себе домой. Он будет собирать, он наклонится и будет собирать этот пазл. Просто через образы попробует донести. А тот человек, который еще не встал на путь, он будет по нему топтаться. Тем самым пазлы загрязняются, там где-то рвутся, и уже сложно найти, где у них края. Вот такой образ пришел прямо сейчас на лету. Но к чему я это все говорю? Я говорю к тому, что здесь все запутано. И здесь надо разбираться. И сейчас многие школы занимаются духовными какими-то практиками и помогают там себе и людям. В чем главная проблема? В чем главная проблема того, что мы не можем понять, что мы не можем сделать одно движение, чтобы нагнуться, подобрать этот пазл и начать его собирать? Мы в своей группе все-таки пришли к тому, что главная причина – это эго. Ну, в психологии это называется эго. А что подразумевается? Поподробнее. Да, сейчас расскажу. В психологии это называется эго. В исламе это называется борьба с навсом. В христианстве это называется борьба с бесами и так далее. Но вот это именно, как в эзотерике, там еще где-то это борьба с программами, со своими освобождением, очищением себя, своих тел и так далее. Это гордыня, вот как у нас говорят в христианстве, лукавые и так далее. Это наша гордыня. Как она работает? Вот как будто человек стоит, человек стоит, душа человека, и накрыта куполом. Накрыта куполом. И как будто стеклянным, из бронированного стекла. И ничего фактически до туда не доходит внутрь, внутрь человека. И через этот купол не могут пробиться и тонкие какие-то знания, тонкое мироощущение, мировосприятие, вот это осознанное. В этом куполе человек как будто варится, варится своей кашей. Он и мир воспринимает вокруг себя через призму этого граненого стакана, многогранного, искаженного. И так он воспринимает этот мир. Ему сложно увидеть причины, проблемы. И еще сложнее увидеть проблемы в себе. А как это связано с бесплодием? Вот мы изучали вопрос этот. И пришли к тому, что связь бесплодия с эгом прямо пропорциональна. Вот если работаешь с бесплодным человеком, либо бесплодным – это не диагноз. Бесплодным – это я просто так коротко называю, но у того человека, у которого нет детей, да? Не всегда это диагноз. Это может быть просто их отсутствие при полном там здоровом теле. И вот как только смотришь такого человека, либо такую пару, всегда нужно рядом смотреть эгоизм, эго. Причем эгоизм не такой вот махровый, как правило, что мы понимаем под эгоизмом. Вот только мне, мне, себе. А бывают и тонкие грани этого процесса. Ну вот, например, существуют пары и люди, которым нужно достаточно побороть себе какие-то животные инстинкты, чтобы, к примеру, решить свой вопрос, и к ним пришел ребенок. А существуют люди, которым нужно сдать несколько экзаменов на, безусловно, любовь. И они сдают эти экзамены на, безусловно, любовь. И они приходят в гармонию внутри. И к ним приходит ребенок через это. Я о чем сейчас говорю? Я говорю о том, что у каждой души свой возраст. Свой уровень и свой возраст. И вот, получается, с каких уровнях приходят дети через эго? Хотелось бы знать. Вот каждому свое. Каждому свое. Каждой паре свой малыш. И если ребенок, ну вот, если так обобщить, то ребенок будет всегда на шаг или на два, то и на три впереди родителей. Но впереди этих родителей. Бывают эксклюзивные какие-то случаи, когда к людям приходит высокодуховный там какой-то человек. Ну, это очень большая редкость. То есть ребенка высокочастотного, с высокими вибрациями, конечно, нужно заслужить. Такого-то вот. Помню, мы с одной подружкой разговаривали. Я говорю, представляешь, в Индии живет святой, который не ест, не спит и не пьет с восьми лет. Я говорю, вот представляешь, у меня сыну вот сейчас восемь лет. Он откажется от пить ясно. И да, интересно, как я это воспринимаю. Она на меня смотрит и говорит, Катя, такого ребенка надо еще заслужить. То есть, действительно, глубокая такая мысль, что такого вот ребенка, который там постоянно находится в нервании, в связи там глубокой там с Творцом, это, конечно, еще надо потрудиться и потрудиться. Но, тем не менее, о чем мы? Я говорю о том, что каждому свое. И каждый парень придет свой ребенок. Ну, конечно, придет свой тренер также. Придет свой тренер, придет свой учитель. И, конечно, если пара там с высоким уровнем эгоизма, которые там перешли все-таки на свой виток, и ребеночек к ним пришел, Гилл будет тренировать свой маленький, там, ну, к примеру, ну, грубо скажу, эгоистик. То есть, если, ну, все же мы знаем, что дети, они похожи на своих родителей, берут программы своих родителей, и потом могут осознанно с ними работать, и подняться на много-много уровней выше, ну, если пойдут духовным путем. Тут прямо пропорциональная также связь с уровнем души, со зрелостью души. Молодая душа, старая душа, древняя душа, мудрая душа. Вот. Как бы сколько донос, столько и спросится. Вот. И когда мы смотрим такую пару, которая хочет, но не может иметь детей, как правило, они хотят, ну, вот даже на внутреннем энергетическом каком-то уровне чувствуется, что все-таки они хотят больше получать, чем давать. Вообще, сколько работаешь, вот говоря о причинах в явном мире, вот сколько людей приходит на консультацию, столько и причин. Да, их можно обобщить, а через какое-то время любой какой-то консультант духовный скажет, что сколько людей не приходит, а все одно и то же. Там, сколько людей не приходит, а все с одним и тем же разбираемся. Но, тем не менее, обычный обыватель увидит, что сколько вот людей, столько и причин. Это вот перепутанность пазлов явного мира. Но хотелось бы узнать, что это за препятствие. Например, примеры какие-то, может быть. Да, да, сейчас пройдемся по примерам, конечно же. Ну вот, например, бывает так, что пара сама не пускает ребенка к себе, причем они этого не видят, как будто не видят, вот этот купол мешает увидеть. Они, такие пары обычно очень любят друг друга. Вот они прям упиваются любовью друг к другу, нежно и трепетно друг к другу относятся. И вот им хорошо вдвоем. И как бы больше никто не нужен. Нет, они задумываются о ребенке. Но им настолько хорошо, у них есть путешествия, у них есть насыщенная какая-то жизнь. но как будто и задачи себе такой-то и не ставят. Чтобы, да, ребенок будет, нужно, но вот прям серьезно задачи такой как будто не ставят. Вот давайте посмотрим. Ведь эгоизм, но эгоизм. Некое упивание вот этой жизнью, да, красота и нет понимания того, что мы развиваемся. И чтобы перейти на новый виток развития, паре нужен, необходим ребенок, а потом еще ребенок, еще ребенок, чтобы переходить и виться быстрее. Вот такой пример. Еще существуют, ну, наверное, всем известные материальные желания. Такие пары, как правило, говорят, еще не время. Вот на квартиру заработаем, тогда у нас появится ребенок. Заведем мы его. Говорят обычно, заведем ребенка. Либо вот у меня друг, с которым мы заканчивали институт, наш общий друг семейный, давно у нас связь утеряна, он говорил, что у моего ребенка должно быть все, не так, как вот все, чтобы я мог пойти в весь детский мир ему купить. Вот такой стресс в детстве был, что ему чего-то не хватало, что он считает, что ему, его ребенку нужно все. И вот они, пока у них свадьбы не будет в Майами, пока виллы не будет, вот такой в Майами, ребенка заводить не надо. Причем человек настолько находится в своем куполе, он не понимает, что он же погубит своего ребенка вот этим всем детским миром. Вот попробуй ребенку дать весь детский мир. Это же разврат полный. Тут элементы воспитания, вообще что такое воспитание, понятия нет. Кать, ну посмотри, рано или поздно люди, ставящие себе такие задачи, не имеют детей. Представим, что их выполнили. Дом, вилла, все материальные желания удовлетворены. Все. И вот делаем ребенка, делаем ребенка, а ребенка нет. И понимают, что вот сейчас, когда оно должно свершиться, и не свершается, и нет. Да, это типичная, вообще, вот типичный исход, вот такой пары. Вот это вопрос, типичный, когда идет гонка за материальным, и материальное появляется в большом масштабе. как правило, в большом масштабе. Люди успешные становятся, и вот ему уже там за 30, а ребенка не получается. Тут важно проговорить, поговорить вообще о законе перераспределения энергии. Вот знаете, существуют сейчас модные вообще течения создания мыслей, образа, и закачка энергии вот в этот мыслей образ. Вот люди там садятся и очень сильно напрягаются, создают образ. Я не говорю, что плохо создавать образы, мысли, подпитывать их какой-то энергией, положительной, светлой. Тут уже речь идет на самом деле о чистоте помыслов, какой мы мысли, образ создаем. И еще тут речь идет о потребностях и хотелках. Люди зачастую не понимают различия, что такое потребность и хотелка. Мы вот сейчас как раз говорим о хотелках и о тех образах, которые не совсем чисты. И вот люди садятся и начинают, и книжек сейчас много написано, там психологических, как достичь успеха и как, и так далее, и тому подобное. И вот они садятся, очень напрягаются, создают этот образ и закачивают туда энергию, но только люди не понимают, откуда они закачивают эту энергию, в этот образ. Откуда? Откуда? А в этом и есть главный вопрос. Потому что, как правило, Творцом и Родом ничего не дается просто так и ничего не дается на хотелке, а все дается под задачу, под развитие и под потребность. То есть, если у нас сейчас, говоря о потребностях, холодно, мне нужна теплая одежда, значит, я могу пойти и купить пуховичок, а холодно и мне нужна теплая одежда и мне нужна шуба из шиншиллы. Это другой уровень вопроса. То есть, тут уже речь идет не о потребности согреть свое тело, а тут идет речь о хотелке. И вот эту формулу можно применить куда угодно. И про квартиру, и про одежду, и про детей. Кстати, дети тоже бывают ради хотелки. И про материальное. Мы сейчас говорим о материальном. И вот люди сильно напрягаются и закачивают энергию. Откуда они закачивают энергию? То, что в будущем дано было как потребность. Они берут оттуда энергию и вот сейчас на этот кусок перенаправляют. То есть, фактически, они берут энергию, которая должна прийти, которая им дана на приход и рождение малыша и перераспределяют ее сюда. На хотелки, на какие-то материальные. фактически делают подмену. Конечно, я говорю очень грубо и очень с точки зрения тонкого какого-то смысла. не так все происходит, но так. Не так прям какой образ я даю, энергетически все там сложнее и не то, что вот прям взяли перераспределение, как кирпичи, нет. Тонкими вибрациями пытаюсь как-то сказать, но у нас есть только толстые слова. И получается, что когда уже вот в общем-то цель достигнута и уровень успеха там, к примеру, у женщины в 700 тысяч в месяц, да, а ни мужа не можем найти, ни ребенок не приходит как следствие, что мужа не можем найти, потому что мужу вообще тяжело найти такой даме. Вот, я, наверное, ответила на вопрос. Да, да, понятно. То есть та энергия, которая планировалась как данность на рождение ребенка, была, нужно искать причину, что она была потрачена на просто хотелки материального мира. Вы не представляете, сколько я имела возможности видеть на консультациях. Вот приходит женщина, девушка, выглядит вот вообще как девчонка, а ей уже там около 40, где-то 38 лет, выглядит потрясающе. Работает в Газпроме с просто баснословной суммой в месяц. Но и молодой человек, молодые люди есть, потому что она очень эффектно выглядит, красиво. Но миома матки такого размера, что матку надо убирать. то есть налицо вообще полное перераспределение ресурсов своих жизненных на благополучие достатка и таких примеров. Женщины очень много сейчас, женщины очень сильно блуждают и приблудили в своем там, в своей независимости, в своей свободе. прежде всего, что мы сможем содержать себя сами и независимо от мужчин. Свои ошибки, ошибочное мнение. И что делать? Что таким женщинам делать? Нужно это увидеть. Для начала нужно это признать. Вот когда женщины, говоришь, они готовы что угодно прорабатывать. Они же уже пришли на консультацию, значит у них поиск. Они готовы что угодно прорабатывать. Они готовы прорабатывать вопросы с мамой, папой, с тетей, дядей и с чем угодно. Со своей болезнью готовы трудиться. Но когда им задаешь вопрос, а иногда и прям уже в лоб говоришь, что ты себе задачу не ставишь. Ты вот могла бы сейчас такая провокация, ты могла бы сейчас пожертвовать своим благосостоянием и ради ребенка и ступор. Но мы же не об этом говорим. То есть, понимаете, идет побег, побег совершенно от этой. и вот пока что у меня только одна женщина, которая очень прям трудится с собой усиленно и то поняла спустя три года. Вот прям увидела, увидела. И как только она увидела, что она, для нее деньги важнее, чем все, чем там отношения с мужчиной, там, и вот ее независимость, ее вот, что она сама, сама, сусама, ее сразу выгнали с работы. Вот она только увидела, сказала, да, причем она так грубо сказала, что вот, ну, не буду говорить, конечно, в эфире, сказала, вот я вот пожертвую своей семьей, и это ради денег. А мне уже почти 40 лет, ни ребенка, ни мужа, ничего нету. И вот как только она это увидела, ее быстро выгнули с работы. Освободили потенциал для рождения ребенка. помогли. Причем она так сначала расстроилась, но, тем не менее, радоваться нужно. Кать, смотри, но, тем не менее, разными способами, через деньги, не через деньги, но родители все-таки получают этот результат. Через эго, через эго все равно приходят дети. А с каких уровней они вот приходят? Вот ты, например, все время говоришь про разный уровень, уровень яви, уровень творца, еще что-то. А вот скажи, пожалуйста, вот, например, через насилие же тоже приходят дети? Откуда они приходят? Мы про это будем говорить, но я хотела бы немного еще перечислить про просто про явный мир, а ты, Лен, сейчас в главный мир плавно переводишь, сейчас мы к этому вернемся, это очень интересный вопрос. Хорошо, тогда я задам свой вопрос немножко по-другому, тогда с каких уровней вообще приходят дети через вот эту программу эго? С разных, и все это зависит от труда над собой, ну, я говорю уже, одним, говорю, достаточно победить себе животные какие-то инстинкты, и придет к ним малыш, с высокого вряд ли уровня, придет их малыш, их тренер, неважно, своей звезды. Я буду говорить еще интересные факты, вот у меня есть много знакомых, которые делали ЭКО, и так далее, сейчас я пройдусь еще по тем проблемам, которые у нас в явном мире, вот, например, мы сейчас рассмотрели материальное желание, а существуют вот еще такие проблемы, вопросы, например, как замещение ребенка, вот, существует например, в семьях какая-нибудь мама, которая там, к примеру, умирает уже лет 40, ну, вот такая мама, которая очень властная, и вот постоянно идет уход там какой-то за ней, вот, это может мешать, но бывают такие, редко, но бывают такие случаи, еще часто пространство нет общего, в паре, но про пространство мы говорили, по-моему, на каждом эфире, что если нет пространства в паре любви, то вообще тяжело призвать ребенка, вот, еще есть такой вопрос, как культ тела, культ тела, культ здоровья, то есть если мужчина либо женщина, у них есть такая проблема, которую они тоже не видят из-за своего эго, как телоцентризм, там, особенно этим страдают у нас женщины, да и мужчины сейчас страдают, телоцентризм, то есть там похудеть, потолстить, там, измениться в какую-то сторону, все это мешает, даже если люди очень хотят ребенка, женщина очень хочет ребенка, но тем не менее не хочет фигуру свою терять, противоречие, ну как это возможно, нет, потом может вернуться как-то, но вот такая гонка, гонка идет, также часто очень детей хотят ради показухи, у всех есть, и мне надо, и так положено, это, вот вообще говоря, вот об этих всех вопросах, мы приходим к тому, что люди не понимают, а зачем вообще ребенок нужен, вот когда на семинарах задаешь вопрос, напишите, ответ на вопрос, зачем мне нужен ребенок, пишут все, что угодно, но только не главную, не главную истину, какую, для развития, ребенок помогает восходить, восходить, ребенок помогает витию, то есть мы говорили, по-моему, на первых передачах, что есть сложение мужского и женского, это один уровень развития, а сложение мужское, женское и детское, это совершенно другой уровень развития и вития, и пишут, как правило, я хочу дарить любовь, я хочу вот любить его, я хочу ухаживать, что за этим кроется, эго, я хочу наслаждаться малышом, удовлетворять свои хотелки, да, я хочу наслаждаться, что такое, любить, все, пусть, это будет, это будет, как нормальное следствие жизни, но главное, это вообще задача не в этом, что такое, ребенок пришел и ушел, пришел и ушел, а вот муж, пара останется, мы призвали ребенка, он нас потренировал, мы если прошли какие-то уроки с ребенком, поднялись там на несколько уровней, кто-то намного, кто-то больше, кто-то меньше, а и ушел дальше решать свои вопросы, а если вот это, вот это, я буду его любить, я буду любить, я буду наслаждаться, буду наслаждаться, то очень сложно будет ребенка отпускать, да, вот я как раз хотела, отсюда появляются злые тещи, злые свекрови, которые разбивают семьи и пары своих детей, еще хочется вообще поделить внимание такому вопросу, как планирование, сейчас модно планировать ребенка, какие-то там дни высчитывать благоприятные, а еще могут планировать пол, да что только сейчас не планируют, и пол, и цвет глаз, и генетика, и все что угодно сюда можно примешать, но за этим опять что кроется, эго, эго, я решаю, какой у меня будет ребенок, я решаю, конечно люди разного бывают уровня, и я не говорю это, что это у всех, вот эти вот, вот, то, что я перечисляю, что это у всех будет, нет, нет, что-то может у кого-то проявиться, а что-то нет, бывают еще тоньше вопросы и причины, это вот мы когда говорили про рода, и родители не решают, какой к ним ребенок придет, душа решает, душа ребенка решает прийти ему и не прийти, и в каком качестве, и какого пола, и вы знаете, вот это первичность своего эго, а не божьего промысла, оно, ну, божьего промысла вот в таком широком понимании, да, где задействованы там и творец, и рода, и душа самого ребенка, она вообще очень сильно мешает всем процессам, которые происходят вокруг того человека, который так думает, так чувствует, потому что, потому что это, ну, понимаете, Лена, да, что это такое, это, ну, это когда мы себя ставим выше, выше вообще, чем божественный закон, вот что сейчас делают, я вот коснусь сейчас такой темы сложной, вот когда рождается ребенок и стоит вопрос между жизнью и смертью мамы там и ребенка, кого спасают? Мать, всегда спасают мать, то есть спасают мать, ну, а, к примеру, церковь говорит, что наоборот, да, много мнений, но на самом деле попроще сейчас спущусь, аборт, кто решает, вот у меня мама говорил, если бы у нее была предрасположенность, как она считала, двойня, вот если у меня была двойня, сразу бы сделала аборт, сразу, то есть она решает, двойня у нее будет, не двойня. Много еще видела женщин, которые хотели ребенка и не могли его родить, не могли забеременеть, и вот они мучились, и они работали, и трудились над собой, но когда к примеру они беременели уже, и малыш к ним приходил, и вдруг они шли на УЗИ, а им говорят, к примеру, мальчик, и они начинают плакать прямо на этой кушетке, а хотелось девочку, то есть опять же они решили, что там будет девочка. А вот у меня был такой пример, очень вообще потрясающий, не могу его не рассказать, это вот у меня соседка раньше была, она носила вторую девочку, ей сказали, что у нее будет ребенок дау, и ей говорят, вот вы можете сделать еще один анализ, какой-то прокол, пузыря, и тогда мы точно поймем, даун или не даун, во-первых, это опасная такая процедура, а во-вторых, ну уже что делать-то, и тогда эта женщина сказала, я не буду делать этот анализ, какая у мне разница, ведь я все равно намерена оставить этого ребенка, и всю остальную беременность, она готовилась прям воспитывать больного ребенка, готовилась вот к этой своей, к этому своему пути, в ее случае нельзя сказать участи, потому что она это приняла, это у нее не участь была, и не такая ноша, не была это у нее ношей, она приняла это, и вот она рожает малышку, ей говорят 9 баллов по шкале Абгар, ну то есть это идеальная малышка в роддоме, ей говорят, что родилась хорошенькая совершенно девочка, и она прямо на кушетке плакала, говорю, покажите мне ее, покажите мою дочку, а она совершенно нормальная, это была заслушанная награда за принятие, да, можно сказать ошибка, да, можно сказать ошибка, УЗИ, там и так далее, там подобное, таких ошибок много, бывает обратная сторона этой ошибки, когда говорят, что даун женщина идет на этот народы преждевременные, ну фактически на аборт, да, потому что всегда, когда даун, всегда предлагают аборт, потому что это неизлечимое слабоумие, и мы решаем опять же, придет этот ребенок, и вот по ошибке бывает, что недоразвитый малыш просто умирает на столе, совершенно нормальный недоун, совершенно нормальный, такая ошибка обратная тоже бывает, можно сказать, что в этом случае тоже была ошибка, но я же все-таки склоняюсь к тому, что ей пришел урок, она его прошла, прошла внутренне совершенно освободила, все приняла, и уже этот урок стал не нужен. Вот это вообще ситуация, когда мы решаем, мы люди решаем, а не принимаем все, что нам дается нашим родом и творцом, очень опасная штука, очень такая злая штука, это вот причем многогранная, бывают вот такие явные случаи, а бывают вот такие неявные, когда вроде что-то проработал, что-то сделал, но тем не менее не отпустил до конца остальные грани этого проявления. Еще очень мешает приходу ребенка целомудрие, вернее его отсутствие и ситуация, которая сейчас вообще ситуация, которую мы имеем сейчас возможность наблюдать целомудрием, то есть эта категория у нас сейчас отсутствует как класс, как говорили раньше, то есть совершенно не уделяется сейчас, может быть, сейчас уже лучше, не уделяется этому должного внимания. То есть завязывание множества каких-то узелков с разными кавалерами, с разными дамами мешает, во-первых, завязаться одному большому толстому узлу, найти свою пару, половинку, и вот эта раздача своей энергии направо и налево, она также будет мешать приходу малыша, поэтому нужно трудиться своими прошлыми связями, обязательно отпускать. Ты сейчас говоришь о ранней сексуальной жизни. Ранней она или поздней, это уже вторично. Я имею в виду не сохранение своей чистоты до своего суженного, так сказать, до своего единственного. Причем это закон двухсторонний как для мужчин, так и для женщин. Сейчас активно мы говорим в наших кругах про закон Рита, но во многих источниках упускается двухсторонность этого закона. То есть вот, к примеру, мужчина у мужчин раньше они проводили какой-то ритуал, где парень, который не хранил свое целомудрие, не мог выполнить какие-то там что-то с конем связано. Я, если честно, не совсем в этом сильна в этих ритуалах, ты имеешь ввиду о традициях наших предков? я имею ввиду там по традиции наших предков, когда там был ритуал в каком-то возрасте мальчика или посажение на коня, то ли еще что-то, посажение на коня это, по-моему, раньше. Вот. то парень не мог сделать этот ритуал. Ну, не получалось у него и, следовательно, вывод был следующий, что, в общем-то, он не чист. Он энергию свою куда-то уже отдал. Потому что тоже первая энергия мужчины, она несет в себе очень большой импульс для духовотворения женщины и для вообще рождения новой жизни и так далее. Да, я говорю о важности. И что сейчас сделали законы Рита? Они просто поставили на вину всех женщин, которые воспитывались в другой традиции. Этот вопрос надо как-то прорабатывать и отпускать женщину. Потому что та ситуация, что только очень какой-то сложный, серьезный ритуал, в ходе которого волк терял три года своей жизни и не пойдет в современном обществе. Ну, волхвов не хватит, чтобы сейчас исправить эту ситуацию. Поэтому женщинам нужно самим прорабатывать и развязывать эти узлы. Кстати, мы сейчас активно работаем над тем, чтобы изобрести, провести какие-то технологии более простые, чтобы человек, женщина сама могла развязывать эти узелки. Да, ты сейчас как раз говоришь о современных инструментах. Да, современных более, может быть, простых. Взять знания предков и добавить современного видения. Это ты имеешь виду. Над этим работаете. Да. Ну, то, что большая настоящая любовь пары стирает все законы Рита, это вообще точно и на 100%. Об этом мы уже говорили, по-моему, в прошлой программе. Может быть. Но мы сейчас говорим о чем? Большая любовь, она сотрет как все связи предыдущие, так и она ребенка призовет. Большая любовь с большим таким заряженным пространством любви. А мы говорим о чем? Мы говорим о том, о не приходе детей. Поэтому у того, кто столкнулся перед этой проблемой, тем, конечно, нужно осознанно прорабатывать эти связи. Если там много навязано, их нужно прорабатывать, отпускать, развязывать, забирать оттуда энергию для рождения малыша. Это очень важно. Вообще, знаете, говоря про эго, хочу подытожить и закончить про явный мир. Говоря про эго, хочется сказать, что мы в современном мире совершенно вообще убрали естественность из нашей жизни. Вот естественность, я сейчас поясню, что я имею ввиду. Вот совершенно нормально иметь детей. Это совершенно нормально иметь много детей. Совершенно нормально иметь достаток по потребностям. И совершенно нормально, к примеру, мужчинам иметь свое предназначение и свой путь. Но в данном обществе, в современном, это все стало элементом и орудием в руках эго. женщина, которая родила одного ребенка уже с таким уровнем гордыни, что она это сделала, что ей еще и должны, ну муж-то точно должен погроб жизни за это, еще и общество должно, это совершенно, это, вот это неестественно, вот это как раз неестественно, что мы начали кичить со своим там достатком, тем, что у нас есть дети, тем, что там муж идет там в каком-то луче своего предназначения, у кого это редко, но бывает, ну это же естественно было у наших предков, совершенно естественно, как ресурс, как средство для своего развития и восхождения, ну разве человек может прожить без какого-то достатка, нет, ему же надо как-то там жить, сотворять, поэтому у него это было, ему же надо как-то восходить и создавать весь спектр красок у себя вокруг, поэтому было много детей, ему же надо было идти в свое предназначение, поэтому мужчина, мужчину с детства воспитывали, чтобы он нашел свой путь и пошел по нему, а женщину воспитывали, что она помощница на пути мужчины, что она помогает ему идти по его пути, а не сама делает карьеру, это было вполне естественно, а у нас сейчас немного все неестественно, но все это перевернется, перевернется, и для этого существуют различные движения и различные школы, и не важно, вот сейчас принято в одной школе говорить про другую, что у них то не так, или это не так, а вот это не важно, а вот это нужно, каждая школа по-своему, но это же совершенно не важно, все вокруг не важно как, но пытаются выбраться из оков вот этой всеобщей гордыни, всеобщего вот этого эго. Да, задача человека попасть в нужное время, в нужное место. Да, пусть все пройдет эти школы. Выбрать все знания, которые ему доступны и которые ему ложатся на сердце. конечно. Вот, но все-таки возвращаясь к нашей теме, вот, откуда приходят души и через эго, и из каких миров, ты обещала ответить, вернуться к тому вопросу, когда я у тебя спросила, а откуда приходят дети через такое, ну, наверное, очень жесткое событие, да, вот, как насилие, как деструктив. Ну, да, действительно существует, вот, мы тоже, когда говорим там на семинарах, на группах про вот, с высокой уровня ребенка, звездочки, там, тра-та-та, и всегда нам задают один и тот же вопрос, ну, как, вот, я хорошая такая, развиваюсь, там, и так далее, у меня нет детей, а вот через насилие, там, каких-то пьющих дети рождаются. Сейчас мы коснемся немного, а может быть и много, ровно столько, насколько я этого коснулась, тех знаний, которые пришли к нам через, не через мир, а о мире темной наве, вот, насилие, пьющие там родители, там, сейчас появилась новая технология, это ЭКО, искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, еще есть различные другие гормональные какие-то стимуляции, сейчас много чего придумано, не всегда, далеко не всегда можно через эти технологии притянуть к себе душу с высокой какой-то с высокого уровня, да, потому что, потому что, это сложная тема, я сейчас начну ее по-другому, вот, например, ЭКО, ЭКО, светлая технология, но даже если мы немножко углубимся в те знания, как происходит ЭКО, что там замораживается, размораживается, как собираются клетки, мы уже сразу поймем, что технология не светлая, там и порассказываю про это немножко, а почему, почему, вот, если задаться вопросом, почему Творец допустил это, и мы пришли к тому, что из любви, Творец настолько любит все, что вообще творится вокруг все миры, которые существуют, потому что это все краски, весь диапазон от белого до черного, да, и Творец постепенно увидел, что тут те технологии, которые он дал, они всегда берутся людьми, вот, институт приемного родительства настолько эго поколотило современными, что многие стали не готовы, брать детей чужих, и он решил убить двух зайцев сразу же, а может быть и множество зайцев, он создает технологию КО, и КО это возможность душам из темной Нави перевоплотиться здесь, в явном мире, сделать что-то хорошее и идти к свету, то есть это институт перевоспитания темных душ, которые пошли на развоплощение и попали по каким-то причинам по своим в темные миры, то есть одновременно уходит проблема бездетности у пары, но и одновременно идет на перевоспитание ребенок, которому это необходимо, то есть Творец тоже любит эти души темных миров, и он тоже верит в них, и что бы мы там ни говорили, все равно весь мир подчиняется восхождению, закону восхождения, и вот мы даже последнее время говорим не темный мир, а иерархия материстических сил, стремящихся к свету, мы все-таки надеемся, что они тоже стремятся к свету. Дается шанс таким образом? Хочется, да, в это верить, и скорее всего так оно и есть, и действительно, когда смотришь тонкий план, перевоплощается же душ через эту технологию, перевоплощается, и я не против этой, вот говоря о том, что темная технология, я совершенно не говорю, что это плохо или хорошо, я не ставлю совершенно никакие ярлыки, я говорю, что многим людям это надо и необходимо, и ничего в этом страшного нет, если они идут осознанно на эту технологию, значит, это нужно, значит, им нужен соответствующий ребенок и их ребенок, через эту технологию могут прилететь светлые души, ну, просто ради прохождения опыта, вот у светлой души, вот такого опыта еще нету, и она решает прилететь, бывает, вот совершенно у меня растет из соседнего дома малышек один, мама не скрывает, что через икон пришел, побеседовав с ней хотя бы минут пять, понимаешь, почему у нее не было детей, это совершенно человек погрязший, погрязший в таком своем величии, так сказать, и так далее, но этот малыш совершенно необыкновенный, видно, что он пришел тренировать своих родителей, он будет это активно делает, и уже активно это делает, но вот когда я его беру на ручки и начинаю с ним вот ему уже три годика начинаю с ним прямо говорить, и прям внутренне посылать, и внутренним языком с ним говорить, он совершенно необразимо отвечает, то есть он, вот я беру его на ручки, он сразу успокаивается, он может у мамы кричать, там это, потому что я начинаю с ним разговаривать на его языке, ну, принимать его, начинаю говорить ему, что ты молочинка там и так далее, ну, то есть ты стараешься поднять просто его вибрации, да? Нет, я ему говорю о том, что я понимаю его, я ему говорю о том, что я знаю, что с ним происходит, я знаю почему, знаю зачем, и он сразу такое ощущение, как вот даже у него ехидный такой взгляд становится, такой чертенка, хитренький такой, ну, так подмигивает и говорит, да, все верно, и видно, что этот малыш с таким широким взглядом, он счастлив, ему совершенно не важно пришел, через какую технологию он пришел, но ему важно, что он пришел, он благодарен этому миру, что он пришел еще раз поучиться, что у него есть шанс, но и одновременно у него есть задача потренировать маму с папой, прежде всего маму, вот. Суррогатное материнство, это сюда же относится, к этой теме? Да, да. Я про суррогатное материнство сейчас еще скажу, сейчас немножко закончу про ЭКО, вот, что такое ЭКО вообще еще, и переводя на язык наш, любыми способами, но свой, любыми способами, но свой, но ведь, как известно, ЭКО это тоже непростая процедура, у нас есть примеры, про которые мы слышали, лично не знакомо, что женщина сделала ЭКО и инсульт, там же очень большая терапия, вот, Жанна Фриске, к примеру, она сделала ЭКО, и у нее развилась опухоль головного мозга, это же тоже на фоне того медикаментозного вмешательства, которое предшествует самому ЭКО, и нужно, прежде всего, когда идешь на это, нужно заранее понимать, на что ты идешь, зачем, почему, и готов ли ты на это идти, мне вот одна подруга рассказывала, как она делала ЭКО, они уже в возрасте, и она рассказывала, что вот они не могут уже там достичь своей цели, и вот пошли за баснословные деньги на это ЭКО тогда еще там только это все начиналось, и сейчас расскажу, как делать ЭКО, мужчина сдает свои клетки, как он их собирает, там ему дают соответствующую литературу, как правило, порнографическую и так далее, где он в определенном помещении собирает свои клетки, сразу же там в клинике, но уже понимаете, какие задействованы энергии, то есть кто пойдет на ЭКО, попробуйте поменять это, ну, не знаю, что мне сейчас идет, может быть, там, о жене думать, там, и так далее, я не знаю, можно, ну, хоть как-то поменять эту технологию, смягчить ее, не совсем, взять литературу другого плана, да, 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 ну, не совсем, ну, жесткач какой-то, и вот мужчина сдает эти клетки, дальше у женщины берут материал, тоже клетку, как-то их там в пробирке оплодотворяют, потом замораживают эти эмбрионы, замораживают, а потом по одному размораживают и начинают подсаживать в полость матки, то есть, вот, ну, если вот так чисто рассматривать, чисто энергетически, что происходит, и когда душа влетает туда, когда дают согласие, вот, заморозили, ну, и какая душа даст согласие, то есть, разные случаи совершенно бывают, я уже сказала, что это институт перевоспитания, просветления душ темных, высокая душа очень редко прилетает на эти технологии, но прилетает, и такое мы видели на примерах наших звезд, мы рассматривали, что прилетает душа светлая, вот, и дальше вот она мне рассказывает, лежу я на кушетке, что-то мне там сделали, делали, и говорят, лежите, девушка, беременеть, и я пошла. Она говорит, лежу в сопло дотворили, и она говорит, лежу в соответствующей позе, и думаю, хрень какая-то, хоть бы не забеременеть, ну, и не забеременел, соответственно, и потом они родили Ваню себе замечательную сами, потому что были совершенно здоровые, как кони, и лошади, и совершенно им эта технология не нужна, но был вот такой опыт у них интересный. Нужно было просто получить опыт и понять, что могут сами. Конечно, да, нужно было пройти и отпустить уже, и не зацикливаться, и отпустить, и сказать до свидания, и ребенок сам пришел, когда это надо. Что такое суррогатное материнство? Суррогатное материнство идет под формулой не смогу своего, так куплю. Ну, вот не могу уже своего, ни ико, никак, никак своего не могу, тогда куплю. тогда кто-то там вынашивает, есть соответствующие законодательные акты на этот счет, вот, и потом малышка отдают, как правило, это стоит просто тоже баснословных каких-то денег, что и рядом с иконей стоит. Вот. А также мы еще говорили про насилие, и пьющие семьи, там тоже есть элемент фортуны, там осознанности мало, как правило, потому что на насилие идут люди с больным типом сознания, как правило, разными там одержимыми, одержимыми, как правило, с сущностями из темной нави. Ну, и дети соответствующие притягиваются. Но бывают случаи, когда какой-то светлой душе нужен такой опыт. И такие случаи мы знаем в какой-то литературе, где там либо через насилие, либо у пьющих родителей совершенно какой-то талантливый человек. Ну, как правило, в детстве они очень страдают, там много с ними всякого происходит, но тем не менее бывают такие случаи. Ну, вот мы рассматривали одну девушку, она в нашей группе трудится, у нее мама пьющая. Она вот прям, ну, она видящая, и она прям прослеживает свой путь души от звездочки и говорит, вот я лечу, вот прям вспоминает. Я лечу, я вижу, какая моя мама, я вижу, какая она будет, я в принципе вижу, что со мной будет, но мне настолько это не важно, я ее люблю, и я совершенно, говорит, не ставлю ярлыков, вот она моя мама и все, и никаких претензий у меня на этом этапе, говорит, совершенно не возникает. То есть душа, которая, которая, и эта девушка, ну, такая трудящаяся, вот наша, она стремящаяся, невообразимая, и говорить о том, что она с темной нами пришла, совершенно не приходится. То есть, душа ребенка любит, как и говорят, одинаково в этом, и даже в этом случае, обоих родителей. Конечно, конечно. но мы говорим же об осознанности, да? Я ответила на вопрос на этот расплывчато, потому что каждый случай нужно смотреть индивидуально, вот каждую семью, каждого человека брать и прям вот смотреть, откуда он пришел, чего, как, зачем, с какими задачами. так вот под одну гребенку, как это возможно было причесать, мы с тобой, Лена, наверное, разобрали. Но еще раз повторюсь, совершенно не надо отрицать ничего, что творится у нас в мире. Не надо совершенно отрицать ничего из любви, ради любви, для любви, созданного творцом. Просто люди, осознающие должны выбирать для себя тот путь, который для них наиболее верный. Девушка, которая у меня была как-то на консультации, которая искала путь, у нее все эти знания есть, она через какое-то время ее встречала, она говорит, мы собираем деньги на ЭКО, все. То есть я вижу, что это им нужно, им это необходимо. То есть это так у меня было с первым ребенком. Я троих детей рожала дома последующих, а первого рожала в роддоме. У меня подруга рожала дома, две подруги рожали дома, и они мне рассказывали, как это, что. Ну вот они мне говорят, а у меня все мимо. У меня даже нигде не задерживаются, как будто вот на этих словах, которые они мне рассказывают, свои ощущения, свое это, как будто вот я даже на паузу у себя ставила слух и не слышала. То есть эти знания ко мне пришли потом, то есть мне этот опыт нужен был. так же и этим людям совершенно нельзя никого осуждать, нельзя ни на кого стоять ярлыки. И детки икошные у меня в соседнем доме в другом тройня икошная растет. То есть я смотрю прям когда мы только познакомились, тут весь район же на ушах стоят тройню катают. Такая коляска это она как там БТР ездит огромная с тремя люльками. Вот. И весь район ходил на ушах, это же так здорово как она справляется и вообще и ужас и классно и что только не говорили. А потом я с ней сама познакомилась и мы с ней так приблизились и я говорю вы такие молодцы. Она говорит все очень просто у меня две нематочные беременности и по-другому я родить не могла только ико. Вот три эмбриона прижились и троих я родила две девочки и один мальчик. Я прям смотрю на нее а у нее предназначение три души вывести. И каким способом это было не важно. Не важно совершенно у нее. Да она прошла свои уроки да она не просто так получила свои внематочные беременности они же тоже почему-то возникли. Ну исходя из всего что она могла собрать как она свой пазл могла расположить пусть у нее неправильная там картинка вышло вот это следствие с которым они и дальше живут. Наш мир очень интересный многогранный и в этом его яркость и красочность в этом его привлекательность и нам совершенно не надо ничего исключать и посылать поток как мы посылаем поток любви и света родам светлым иерархиям также давайте пошлем поток любви и света и темной иерархии и поблагодарим за творца за полную гармонию красок от белого до черного и множество оттенков промежуточных цветов все прекрасно тем более что черный цвет включает в себя абсолютно весь спектр красок так же как и белый и он худит вот на этой позитивной ноте немножко даже с юмором мы наверное будем завершать нашу сегодняшнюю программу есть Катя что добавить наверное все что я хотела сказала как могла смягчила и еще раз наверное может повторюсь много раз скажу о том что не надо ничего отрицать если мы доигр если мы сейчас находимся на переходе на рассвете то чуть-чуть еще рассвет начался но многие доигрывают уже по старым правилам и ничего просто так в раз с этого года с 12 не изменится оно перевернулось но все равно есть люди которые доигрывают по старым правилам и это будет какое-то время происходить ничего страшного в этом нет никакого отрицания тут не должно быть а полное принятие ко всему и вся и тогда мы будем дружить со всем вокруг а не находиться в противостоянии все спасибо большое за внимание и огромная благодарность радиослушателям которые слушают нас я прям чувствую и хочется прям вот всем так послать любовь и свои лучики я думаю Катя что слушатели это тоже почувствуют напомню нашим слушателям что они слушают программу пространства женщины и сегодня с нами беседовала Екатерина Нагаева консультант по осознанным родам и беременности автор и координатор проекта здравствуй человек и мы рассказали о препятствиях которые мешают появлению ребенка в явном мире а также о процессах которые происходят в мире темной Нави и я в свою очередь тоже прощаюсь сегодня с вами я Елена Андреева мира и добра вам вашему дому ну и до следующей встречи да до следующей встречи их немножко хочу сказать о следующей встрече мы наконец-то подбираемся к аптечке а что делать как решать эти все задачи которые мы накидали за время четырех передач мы попробуем на следующей передаче немножко поразбираться а что делать какие какие прикладные моменты мы можем люди могут изучить проработать себе чтобы решить у себя или подобраться к решению вопроса всего доброго до свидания итак следим за анонсом и с нетерпением ждем следующей встречи с программой пространство женщины Еленой Андреевой и Екатериной Нагаевой Народная Славянская Радио Все нужно Все важно Редактор субтитров Корректор А.Егорова